Центральный пляж приведен в порядок. Днем ранее здесь были повалены раздевалки и навесы. Сегодня остались последние штрихи. О рекордных осадках напоминают русло, по которым шла дождевая вода. За сутки в Анапе выпала трехмесячная норма осадков. Погода постепенно восстанавливается. Спасатели дают добро на купание. Леонид Бережанский из Воркуты. В Анапе отдыхает в четвертый раз за полтора года. Любит наш город. Говорит, что большого дискомфорта ни погода не доставила. Бывает непогода везде. У нас на севере похуже бывает. Правда, у нас морей нет. У Карска за 180 километров. А так, я не знаю, все прилично, все достойно. Нам, северянам, многого и не надо. Первый заместитель главы Анапы Анжелика Бузунова принимает работу городских служб. В курортной части в десятках мест размыло плитку. Кое-где на площади в несколько квадратных метров. Промойно засыпали песчаной смесью и возвращали плитку на места. Этой точке на улице Краснодарской, пожалуй, повезло меньше всего. В основном из-за рельефа. По словам Анжелики Бузуновой, асфальт здесь необходимо уложить до завтрашнего вечера, если, конечно, погода позволит. Предприниматели также пообещали уложиться в этот срок, отметив, что работает бригада из шести человек. В целом, первый заместитель отметила оперативную работу городских служб и поручила активизировать уборку улиц. Ни подметальной машиной, мы никого не видим. Алексей Геннадьевич, ставь сюда своего человека, сотрудника ЖКХ, ставь сюда Щеголева, пускай конкретно сведят. Затем пока это все не будет. Поручение выполнили безотлагательно, направив на улицу Горького специальную машину. Попутно Анжелика Бузунова поручила начальникам профильных управлений разобраться с неправильно припаркованными автомобилями, кто и на каком основании пользуется электричеством, а также назначить встречу с директором центрального универмага. Он сдал в аренду землю под этим торговым павильоном. Со слов первого заместителя главы, такие объекты портят внешний вид центральной части города-курорта. Предприятие «Ремстрой» займется проектированием газонов на улице Гребенской в районе санатория Анапа. Стихия приходит и уходит, а требования городской администрации к порядку и соблюдению правил остаются неизменными.